Здравствуйте, в центре внимания, в эфире в студии Евгения Монакова. О ситуации на дорогах сегодня будем говорить с заместителем начальника отдела ГИБДД МОМВД России Благовещенский Дмитрием Викторовичем Лапа. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Здравствуйте. Что у нас сейчас происходит с аварийной ситуацией в городе, тем более, что действительно не так просто сейчас на дорогах. Часть дорог перекрыта, поток уплотняется. Вот с этим связаны, возможно, какие-то и в том числе и аварийные ситуации. Да, у нас, если говорить о статистике, то с начала года уже, если говорить о текущем, 2020-го, произошло более полутора тысяч дорожно-транспортных происшествий на дорогах именно города и района. Если сравнивать с 2019-м годом, это действительно увеличение? Нет, общее количество немножко снизилось, но увеличилось количество ДТП, в которых пострадали люди. Незначительно, но увеличилось. То есть у нас с начала года уже произошло 105 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали или погибли люди. При этом два человека погибли, и 130 получили травмы различной степени тяжести. Единственное, у нас вызывает такое опасение, такая проблема, что увеличилось количество ДТП, участников которых скрывается с места ДТП. То есть порядка 30% произошел рост таких происшествий. Ничего себе, это существенная действительно цифра. То есть водители, которые совершили какую-то аварию, просто уезжают? Даже если есть пострадавшие? Да, даже если есть пострадавшие, скрываются, совершают ДТП, то есть виды ДТП различные, начинают столкновения, заканчивая наездом на пешеходов, совершают ДТП, скрываются, нарушение требований правил оружия движения. Я знаю, что вот недавно буквально произошел случай, сейчас действительно дети находятся на каникулах, да, и вот с девочкой, подростком произошел как раз такой случай, очень показательный. Если можно, расскажите. Да, 19 марта на печально известном перекрестке, где ранее уже у нас совершались ДТП, на прошлом году погиб ребенок, это улица Калинина, улица Красноармейская. 19 марта текущего года девочка-подросток, 16 лет, переходила по пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора, и в результате нарушения требований правил водителям автобуса, он ее сбил, зацепил ее и уехал с места происшествия. То есть мы, госавтоинспекция, через средства массовой информации, подали информацию о том, что разыскиваем данные транспортного средства, которое раскрылось. И благодаря, так сказать, сознательности наших граждан, данные транспортного средства и его водитель были установлены. В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 12.27, ч. 2, который направлен на рассмотрение в суд. То есть, в принципе, я так понимаю, у вас эта схема достаточно отработана, но приходится периодически вот так вот практически с фонарями разыскивать водителей, которые скрылись при помощи СМИ и граждан? Да, практически по каждому факту мы информацию, где скрываются транспортные средства, мы информацию передаем в СМИ, но не во всех случаях мы, как говорится, устанавливаем. Находите, да? Да, тоже примечательно, можно назвать, до сих пор ищем, также в марте было дорожно-транспортное происшествие, улица Театральная, улица Зейская, перекресток, при повороте налево, автомобиль, седан темного цвета, сбивает пешехода, девочку с 2007 года рождения и скрывается место происшествия. По настоящее время, несмотря на то, что мы через СМИ, через телевизионный печатный радио, пока не установлено данное транспортное средство. Но это днем происходила ситуация, вообще такие ДТП действительно в дневное время столько, кажется, людей, вот в частности с автобусом мы привели пример, да, это же полный автобус людей. Утренние часы, как раз ребенок направлялся в образовательную школу, так сказать, из дома шел в школу. То есть, по факту, получается, сознательностью, ну, наверное, мы не можем такой похвастаться, да, что тут же взяли, позвонили, сообщили. Да, у нас так не практикуется, как, например, в других зарубежных странах, что там только что видели, сразу звонят в полицию, да. У нас, к сожалению, бывает редко, да, очень. Все понятно. Ну, вообще, давайте действительно поговорим об этой ситуации с точки зрения водителя. Вот если он скрылся с места ДТП, то ему грозят какие-то дополнительные санкции за это? Да, за оставление места ДТП существует как административная ответственность, я уже говорил. Если такой человек скрывается, устанавливается, вставляется протокол, направляется в суд, суд может применить два вида взысканий. То есть, там либо лишение прав управления на срок до полутора лет, либо административный арест на срок до 15 суток. Это именно за оставление места ДТП. Но ежели в ДТП имеются пострадавшие, которым причинен тяжкий вред, либо скончался пострадавший в дальнейшем, то тут уже наступает уже уголовная ответственность. То есть, законодатель предусмотрел это, если связано с оставлением места ДТП именно. Давайте выдадим рекомендации для тех, кто стал свидетелем, участником или пострадавшим, не дай Бог, ДТП. Вот в этой ситуации, как правильно действовать? Все-таки необходимо позвонить и в любом случае не рассчитывать на то, что водитель сознательно это сделает. Ну, начнем с того, что тут не рекомендации, это требования правил дорожного движения. Они во втором разделе четко прописаны, что должны делать участники дорожного происшествия при ДТП. Если ДТП, так сказать, мелко, незначительно повреждены только транспортные средства, то участники вплоть до того, что могут самостоятельно оформить с помощью европротокола, так называемого, и обратиться в дальнейшую страховую компанию. Ежели участвуют больше трех транспортных средств, либо имеется пострадавшим, то они в обязательном случае должны сообщить в полицию. В обязательном случае должны сообщить в полицию о том, что там-то, там-то, то-то произошло. Приедут сотрудники госавтоинспекции и оформят данное происшествие. Если водитель скрылся, свидетели же могут позвонить и сообщить данные тут же? Обязательно. Если свидетели, да, все участники, участники могут позвонить, свидетели. Бывает, как сказать, когда происходит ДТП, участники, ну, у всех разное восприятие, да, происшествие. То есть попадают, так сказать, в стрессовую ситуацию, волнуются, забывают. Ну, хочется обратиться, чтобы при возникновении, ну, такой неприятной ситуации, по возможности записать свидетели, фамилии, имена, телефоны. Запомнить или записать также марку транспортных средств, если оно даже скрылось, тем более его. Сейчас у всех телефоны можно сфотографировать того же водителя, который избегает транспортных средств, обстановку вокруг. И данные сведения передать либо по телефону в дежурную часть, либо, когда на место происшествия придут сотрудники госавтоинспекции, передать им, чтобы в дальнейшем можно было установить, опросить и собрать, как говорится, полную картину происшествия. Не могу не спросить, Дмитрий Викторович, бывают же разные действительно ДТП, разные ситуации. Иногда бывает, что пострадавший, потерпевший, например, тот же пешеход, которого задели, да, с водителем, договорились о том, что все в порядке, да, если ему не причинено какого-то серьезного вреда. Вот в этой ситуации правильно ли оставить это без внимания? Или стоит все-таки обратиться и сообщить? В любом случае лучше сообщить госавтоинспекцию, дежурную часть. А для чего? Вот давайте объясним, для чего это дело. Потому что в дальнейшем бывает, они договорились на месте, разошлись, чуть позже стало кому-то из них плохо, приходят в больницу, где получил травму ДТП, и начинаем устанавливать, искать, то есть это временные рамки, это оформление, опять же уже, то есть убранные транспортные средства, затрудняют восстановление картины, то есть мы не знаем механизмы образования. То есть водитель в этой ситуации может оказаться действительно внеожиданности? Да, или могут наступить до последствий, о которых, я говорю, оставление места ДТП, то есть уже наказание следует за данное происшествие. А тут он сообщил, приехали сотрудники, оформили, даже если пешеход ушел, бывают такие случаи, когда водитель совершает наезд на пешехода, уходит, да, убегает, ничего не желает, бывает, и водитель звонит, все приезжает, оформляем, и в дальнейшем материал собран, и к водителю никаких претензий нет. То есть в любом случае незнание закона, конечно, не освобождает от ответственности, поэтому спасибо вам огромное, Дмитрий Викторович, что вы пришли сегодня нам, разъяснили, как действовать в таких непростых ситуациях, ну и надеюсь, что все-таки количество ДТП у нас уменьшится. Спасибо. Мы тоже на это надеемся. А я напоминаю, что сегодня в студии был Дмитрий Викторович Лапа, заместитель начальника отдела ГИБДД МОМВД России, Благовещенский. Вы смотрели в центре внимания. До скорой встречи и будьте осторожны. Дмитрий Викторович Лапа